Грипп тоже опасен. В Самарской области стартует еще одна прививочная кампания. Оценят возможность помочь на федеральном уровне. Самарскому метрополитену пообещали дополнительное финансирование. Не хватает комплектующих. По автовазу заметно упали продажи. Самарская область получила уже 562 тысячи доз вакцины от гриппа, которые можно ставить всем, кому исполнилось хотя бы 6 месяцев. До 1 ноября необходимо привить 60% всего населения региона, миллион 900 тысяч граждан, чтобы обеспечить коллективный иммунитет, сопоставимый с прошлогодним. По данным Роспотребнадзора, 15 лет назад, к примеру, в Самарской области прививались от гриппа и ОРВИ не более 16% населения. А медики фиксировали за один эпидсезон до 8 тысяч случаев лабораторно подтвержденного гриппа, регистрируя летальные исходы. В прошлом году привились 57,5% самарцев. Инфекции не выявлены вообще. Новая прививочная кампания начинается в условиях беспрецедентной атаки ОРВИ. На прошедшей неделе, 34-е наблюдение, у нас было более 10 тысяч случаев ОРВИ. Ранее, в предыдущие десятилетия наблюдений в Самарской области, в крайнюю неделю августа, никогда не было таких высоких цифр заболеваемости ОРВИ. Одновременно идет вакцинация от пневмококковой инфекции и от коронавируса. Миллион 303 тысяч жителей Самарской области уже получили первый антиковидный укол. 968 тысяч привиты полностью. Медики говорят, что уже привыкли работать в условиях пандемии. Но особенную тревогу в случае заболевания коронавирусом на фоне ОРВИ и гриппа у них вызывают пожилые люди. По опыту прошлого года, когда ковидной вакцины еще не было, те, кто привелся от гриппа и пневмококковой инфекции, гораздо легче переносили коронавирус. А летальность среди них оказалась минимальной, утверждают врачи. Те, которые непривитые среди лиц старше 60 лет, это более чем в 15 раз чаще заболевают лица, которые непривитые. Летальность и тяжесть протечения заболеваний у лиц привитых и непривитых также отличаются очень сильно. Летальность почти более чем в 5-6, а то и 10 раз зачастую выше среди лиц, которые непривиты от новой коронавирусной инфекции. Прививочные пункты, где можно поставить вакцину от коронавируса, развернуты во всех 56 государственных и 10 частных поликлиниках региона, работающих в системе обязательного медицинского страхования. Есть мобильные и круглосуточные. Медики настоятельно рекомендуют принять участие во всех трех программах вакцинации, но следует помнить, что интервал между разными прививками должен составлять не менее месяца. Самарская область может получить 9 миллиардов 400 миллионов рублей на дальнейшее развитие метрополитена. Об этом стало известно во время совещания вице-премьера российского правительства Марата Хуснулина с губернатором Дмитрием Азаровым. Деньги региону могут быть предоставлены в рамках бюджетного инфраструктурного кредита. По результатам встречи федеральный чиновник поручил провести дополнительное рабочее совещание с участием Минстроя и других ответственных ведомств для оценки и анализа необходимых условий для выделения средств. Сегодня Самарское метро лежит тяжким грузом на бюджете областного центра. МУП ежегодно генерирует примерно по 200 миллионов рублей убытка. Существующего пассажиропотока явно недостаточно для самоокупаемости. В 80-е годы руководство советского Куйбышева принимало решение о строительстве метрополитена по двум причинам. Нужно было подвозить рабочих тогда еще работающим заводам безымянки, а также соответствовать статусу города-миллионника. За постсоветское время дневной пассажиропоток подземки упал почти в три раза. По итогам августа 2021 года АвтоВАЗ продал всего 19 400 автомобилей. Это практически на 33% меньше машин, чем годом ранее. Снижение продаж стало прямым следствием мирового дефицита производства полупроводников, говорится в сообщении пресс-службы автозавода. Компания прилагает все возможные усилия, чтобы исправить ситуацию и как можно скорее возобновить регулярное производство автомобилей. Очевидно, что возвращение к нормальному режиму производства займет некоторое время и может привести к более длительному сроку поставок автомобилей в дилерские центры. Суд Советского района Самары оставил в силе постановление областного УФАЗ о наложении штрафа на должностное лицо Самарского рекоператора «Экостройресурс». Речь идет о громком деле о неправильном расчете стоимости вывоза мусора для медицинских клиник. В марте 2021 года антимонопольным ведомством было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности директора ЭКР. Сумма штрафа составила 15 тысяч рублей. Также на 825 тысяч рублей была оштрафована и сама компания. По версии ФАЗ, из-за ошибочных арифметических операций стоимость оказания данной коммунальной услуги была завышена в 12 раз. В Самарской области мошенники похитили у жителей 6 миллионов рублей, обещая им большие прибыли, сообщает областное МВД. По данным полицейских, с июля 2020 по июль 2021 года сотрудники инвестиционной компании «Финико» собирали с населения деньги под предлогом выгодного инвестирования средств под высокие проценты в некую автоматизированную систему генерации прибыли. Доверчивые граждане перечислили псевдоинвесторам 6 миллионов, которые они незаконно обратили в свою пользу. В отношении финансовых злоумышленников в августе 2021 года было возбуждено 8 уголовных дел по статье «Мошенничество». Росимущество поддержало идею Общероссийского народного фронта о передаче нуждающимся части задержанных таможней товаров, а также нереализованного конфискованного имущества. Сегодня ценные вещи уничтожаются партиями, при том, что малоимущие граждане нуждаются в самом необходимом, отмечают фронтовики. Речь может идти только о тех товарах, которые не запрещены к реализации и признаны государственной экспертизой годными. Операторами по распределению помощи предложено сделать благотворительные организации. Мэр Тольятти Николай Ренц призвал всех желающих патрулировать городской лес. Администрация Автограда планирует сформировать в ближайшие дни дополнительные отряды из добровольцев. Усилением патрулирования тольяттинские чиновники озаботились после очередных возгораний в лесном массиве. Так, в течение дня 1 сентября их было восемь. Основная версия происшествия – поджог. Ранее Ренц объявил награду в 500 тысяч рублей за сведения, которые позволят поймать поджигателей. Планируется привлечь дополнительные силы МЧС и полиции, а также население. Добровольцам надо будет предупреждать людей о запрете на посещение лесов, фотографировать и снимать на видео тех, кто его игнорирует. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» получит до конца 2021 года 243 миллиона рублей, заявили в региональном Минфине. Кроме того, спортивные организации выделят 215 миллионов на покрытие задолженности, которое тянется с 2011-2012 годов, и уже стоило клубу потери лицензии. На данный момент размер долга клуба составляет 674 миллиона. Эти деньги были взяты в одном из самарских банков, которые сейчас находятся в состоянии банкротства. Долг согласился погасить банк «Солидарность». На каких условиях не уточняется. В июле этого года вернувшемуся в премьер-лигу клубу уже выделили 300 миллионов. Тогда же сообщалось, что этот транш не последний. Арбитражный суд Самарской области обязал подрядчика повторно провести реконструкцию четвертой очереди набережной Уладьи. Судебные разбирательства из-за качества ремонта рекреационного объекта начались осенью 2020 года. Набережную к Чемпионату мира по футболу 2018 года отремонтировала Сызранская компания «Автодор Инжиниринг». Сразу же после бундиали газоны на набережной поплыли. Первым же дождем смыло склоны. Стала отваливаться плитка, потрескалась штукатурка, отслоилось красочное покрытие на ладье. Также выявились неисправности подъемника для маломобильных граждан с системой фильтрации воды в фонтане освещения. Самарский пловец Вячеслав Ленский выиграл бронзовую награду Паралимпийских игр в Токио. Он стал третьим на дистанции 400 метров вольным стилем в категории С6, в которой выступают спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата. Ленский уступил чуть более 10 секунд бразильцу Глоку и около 9 итальянцу Фанкину. Вячеславу 29 лет. Его тренирует Ольга Олейникова, под руководством которой пловец стал многократным победителем чемпионатов и кубков страны, бронзовым призером чемпионата мира и серебряным Европы. Пять лет назад на альтернативной Паралимпиаде в Подмосковье, которую провели из-за того, что российских атлетов не пустили в Рио-де-Жанейро, Ленский завоевал 4 золотых и 1 серебряную медали. Токийская бронза стала уже второй самарской медалью Паралимпийских игр в Японии, отложенных на год из-за пандемии. До этого легкоатлет из Чапаевска Никита Прохоров завоевал серебряную медаль в толкании ядра, отправив снаряд на 16 метров 29 сантиметров. Ранее Ольга Потешкина могла бы примерить бронзу, но при передаче эстафеты 4 по 100 вольным стилем наши пловцы допустили ошибку и были дисквалифицированы. Завоеванное ими третье место отдали Бразилии. Самарский адвокат Андрей Соколов рассказал в Фейсбуке, что в Самаре появился первый в России мурал в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского. Проект был активно поддержан Общественной палатой Самарской области. Впечатление, что она постоянно занимается какой-то ерундой, что там засиделись люди, которые не знают, чем бы себя занять за те деньги, что им, кажется, платят. У них нет идей, они видят смысл только в приспособленчестве и сплошной симуляции, негодует автор. Комментаторы поддерживают его. По их словам, мурал сделал в микрорайоне, куда не ходит общественный транспорт. Также в Волгаре жуткий запах и гигантское количество разливаек. И на всё это смотрит Александр Невский. Лучше бы палата добилась запуска муниципального транспорта в Волгарь, когда ютишься в час пик в переполненном пазике, в котором принимают только наличные, вряд ли будешь любоваться великим князем из окна. Кроме того, сами местные жители не в восторге, мягко говорят, этого мурала. Голубые остеклённые фасады и вот такое аляпистое цветное решение. В паблике «Подслушано Самара» одобрили самосуд, учинённый отцом над педофилом. Дело об убийстве насильника из Прибрежного, несколько лет издевавшегося над маленькими девочками, получило широкий общественный резонанс. Как оказалось, древний принцип «Око за око» одобряет большая часть жителей Самарской области. Реакция самарцев на убийство отцом насильника дочери показала недоверие к официальной системе наказания. Новость об убийстве за несколько часов набрала более 800 комментариев. «Мужик – красава. Таким людям нужно давать премию, как охотникам за головами. На таких зверей нужно охотиться и выдавать лицензию на отстрел», пишут комментаторы. «А что нужно было сделать, если наши правоохранители бездействуют? Насильник мог выйти по УДО за примерное поведение и продолжил бы дальше насиловать. Нашлись и защитники закона. Те, кто пишет, что мужик молодец, вы в своём уме. Завтра другой батя зарежет вас за то, что вы посмотрели на его ребёнка и ему это не понравилось. Самосуд очень плохо. Тот, кто убил чувака, тоже преступник. В чём красота-то? Ребёнок с психотравмы ещё и батю посадят. Кому лучше он сделал? Нашёл бы и сдал в руки правосудие. Те бы всё сделали за него». Ежедневная редакция телеканала «Терры» принимает десятки звонков от телезрителей, и ни одна наша программа не обходится без вашего участия. Совокупная аудитория «Терры» составляет 400 тысяч человек в сутки. В круглосуточном доступе новости «Самара» от журналистов нашей компании представлены на сайте trkterra.ru и в наших пабликах социальных сетей. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова